Гость Народной Волны. Хороший гость. Общительный гость. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете Радио Народная Волна на частоте 15.90 АМ на нашем веб-сайте radio-nbc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. У меня сегодня замечательные гости, редактор журнала Украины Young People, Ольга Руда. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я расскажу, что послужило поводом для приглашения Ольги сюда. Ну, во-первых, несколько слов, прежде чем мы начнем разговор, прежде чем я предоставлю слово моей гости. Я хочу два слова сказать. Во-первых, поблагодарить. По сей день поступают пожертвования в American Education Immigration Fund. Спасибо огромное. А сейчас фонд включается вот в эту работу по помощи Украине. Мы ведем переговоры с госпиталями и с medical supply компаниями. Госпиталь, который готов, госпиталь некоторые, в принципе, готовы выделить деньги, а medical supply компании готовы предоставить медицинские оборудования и так далее для того, чтобы отправить в Украину. Когда мы, так сказать, договоримся, мы более подробно об этом скажем. Я уже точно скажу, где, как и почему. Так вот, поводом приглашения Ольги сюда послужило вот, что наш племянник, буквально пару дней назад, откликнувшись на беду, которая происходит, на трагедию, которая происходит в Украине, отправил 500 долларов денег. Сделал донейшн. А через пару дней попытался, так сказать, снова выйти на этот веб-сайт, на который он отправил, и выяснилось, что этого сайта больше не существует. То есть, ну, всегда такие люди были, есть, пользуются любым случаем, чтобы каким-то образом, нечестным путем завладеть деньгами. Так вот, чтобы как-то прояснить ситуацию о том, что, во-первых, что происходит, каким образом украинская община, и не только украинская община, пытается помочь Украине, и как правильно поступить тем, кто хотел бы помочь материально, или, может быть, пойти, так сказать, добровольцам поволонтерить, для этого я пригласил Ольгу. И вот она нам сейчас по этому поводу расскажет, разъяснит ситуацию. Здравствуйте, Ольга, еще раз. Здравствуйте, мне очень приятно, что у вас, я вижу, украинский флаг здесь, и что вы столько делаете, я знаю, сколько вы делаете сейчас для Украины, и вы лично пересчитываете, переводите деньги и так дальше. Я хочу сказать одно, я только что ехала в машине и услышала, что в Харькове, опять в Киеве и в Ивано-Франковске, откуда я родом, сейчас воздушная тревога, ну не обычная, а уже как бы рэд, это самое, что бомбы сейчас будут падать. Но мы никогда не могли подумать, как и вы, наверное, что в 21 веке на мирные города, на Украину будут разрушать вообще, что будут дети родиться в подвалах. Мы это все видим сейчас в социальных сетях, с новостей, с ИНН, и с американских каналов, в которых Украина не сходит. Мы просто не могли в это поверить. Мы сначала были вообще в шоке, разбудили своих родных, у меня там дети, у меня там внуки, и сказали им, вы куда-то идите в подвал или куда, на Ивано-Франковск, ну, потому что я говорю про Ивано-Франковск, потому что там и дети, и уходите в подвал и бомбят. Вообще, ну, в страшном сцене не может присниться, что мне сейчас приходит, я редактор журнала Ukrainian People, который издается здесь, в Чикаго, и меня сейчас просто бомбардируют мои друзья с Украины, дайте молочка нужно для детей, дети голодные в подвалах, дети у нас уже кончаются продукты. Но я просто не могу понять, как это державы всего мира, это седьмой сегодня день войны, и люди не имеют чем покормить детей, это просто в голове не укладывается. Это бомбардировки, расстрелы мирных жителей, расстреляли медсестру, которая раненого везла, расстреляли целую семью с внуками, мужа, жена и трое внуков, или бомбят сейчас трупы. Посмотрите, что сделали с Харьковом, что сделали с Киевом. Сегодня корреспондент BBC, она тоже, я еду, это все слушаю, это нон-стоп, она говорит, Киев красивый город, он просто вымер, жизнь опустилась в подвалы. В подвалах они сидят, лежат, живут, родят детей, больницы пришли в подвалы, эти раковые дети, эти все, которые, они не знают, что будут делать, когда отключат там свет или, ну, очень тяжелая ситуация. Но вот сегодня я тоже прочитала в этих, на новостях украинских, что сейчас есть какие-то уже данные, которые позволяют предположить, что разведки положили на столы своих правительств выводы о том, что Украина не продержится и двух суток. И это имеет косвенное подтверждение в том, как действовали правительства из Запада и США, как реагировали политики на первые дни войны. Потому что сегодня седьмой день войны. Где Красный Крест? Я помню, как на прошлой еще неделе по всем телеканалам, по всем телеканалам эксперты, так называемые, говорили, все, двое, максимум четверо суток, и Киев падет. Все предсказывают. Да, они просто не понимают, как же Украина вышла в 2004-м на помаранчевую революцию, как вышла она на Евромайдан в 2013-м, началось в 2014-м году. Мы не сдадимся, потому что мы уже, мы уже, уже не советские люди. Мы просто свободолюбивая держава, которая хочет жить мирно, хочет строить свое будущее. И это не тот просто, Путин просчитался, это одно. Мы понимаем теперь, что это просто как зверь, загнанный в угол. Он крошит, он бомбит, он убивает этих детей, мирных жителей. Он стреляет точечно по домах. Но видим Киев, видим Харьков. Неизвестно, что будет с Ивано-Франковским и с другими городами. Видим, что он захватывает немножко там, но что Украина все равно не сдается. Украина жестоко сопротивляется. Просто весь мир сейчас аж увидел, что такое Украина. Но я думаю, что сейчас они начали, увидели, они начали посылать помощь. Вчера Байден сказал об этом, гуманитарной помощи 6,5 миллиардов. Но я думаю, что помощь не была бы без диаспоры. Потому что мы же с первого дня, как услышали, даже я вот здесь, это все происходило на моих глазах. Люди вышли на улицы, люди вышли в Даунтаун Миллениум Парк. Это было не двое-трое человек, это вышли сотни. Потом в пятницу мы были на пресс-конференции с Дурбиным. И потом мы вечером пошли опять, огромный митинг собрался. В субботу прошла колонна конвой траковый, который тоже показывали по всех каналах. Потом в субботу мы же вышли на митинги. И в воскресенье огромный митинг, который собрал тысячи людей в украинской околице, который передвинулся в Даунтаун и по Мичигане разъезжал еще 2 часа или 3 часа. То есть я думаю, что когда украинская армия и украинский народ показали, что эти расчеты оказались ложными, мы ни за какие 2 дня, ни 3, ни 4, ни 5, и никогда мы не сдадимся, тогда и увидели, уже начались разговоры, как помочь и все такое. Но я думаю, что это диаспора. И люди, просто люди, американцы, испанцы, канадцы со всех стран, буквально со всех. Германия, они вышли на улицы, и это дало нам возможность просто, чтобы помощь была больше, помощь была более ощутимая, и нас увидели, наконец, решились нам помогать. То, что ты говоришь про эти… Вчера я буквально была в МИСТ, который собирает гуманитарную помощь, который отправляет еженедельно самолетами в Польшу. С Польши она переезжает большими траками во Львов, и со Львова там уже есть координационный комитет, который направляет ее туда, куда она нужна. То есть там работала вчера на моих глазах, я сделала несколько фотографий, поставила в Фейсбук, 25 волонтеров. Это только в Ломбарде. Потом у нас есть три локации МИСТ. Это есть МИСТ Карпаты на Бельмонте, есть Ломбард и есть в Полотайне тоже. Я сейчас хочу обратиться к русской комьюнити. Вот так, как вы видите, что происходит во всем мире, они просто… Просто Россия и даже россияне, которые… Это была не их проблема, это была не их вина, они давно живут за границей, все. Но они становятся просто какими-то изгоями. У нас вчера, позавчера с украинских магазинов выбросили все русские продукты. Я прошу вас, у меня очень много… Я люблю своих русских друзей, я люблю своих белорусских, литовских, эстонцев, грузинов. У меня огромное количество поляков. Я думаю, что русской комьюнити тоже надо объединиться, может выйти на какой-то митинг, заявить, поддержку Украине. Очень много моих близких друзей, как Лора Голубь или Феликс с Дэниел Кавера, они буквально в первые дни, как вы с Юлей, как вы перевели деньги на… Буквально сразу спросили доктор Михаил Цинман, они сразу же спросили, чем мы можем помочь, куда переводить деньги. И я считаю, что вся русская комьюнити просто просим вас. Это ваши… Вы доктора, вы адвокаты, вы дантисты, у вас магазины есть, у вас бутики. Мы очень дружно здесь живем, поддерживаем один другого. И вам сейчас надо просто показать свою поддержку Украине. То есть нельзя отмолчаться, потому что я думаю, что украинцы потом этого вам просто не простят, если будете, если не оказать поддержку, любую поддержку. Ну, может, даже какой-то митинг можно организовать, чтобы вас… Ну, я думаю, что на самом деле вот те люди, к которым вы сейчас обращаетесь, многие из них принимали участие и в тех митингах, которые проводились, которые были организованы украинской общиной. То есть я думаю, что значительное количество людей, хотя есть люди, которые… И мы получаем порой звонки такие, письма. Их немного, но есть и другая публика. Да, да, я понимаю. Но если ты каждый день видишь, как умирают дети, как эти дисплейсы, эти беженцы на границах, эти мамы плачут, вчера буквально Польша показывала, у меня очень много друзей поляков, она показывает женщину с четырьмя детьми, которая пересекла границу с Польшей, и говорит, ну, моего мужа убили в Харькове, и я сейчас вот с четырьмя детьми маленькими. И это очень-очень больно, это очень больно. Скажите, а сюда кто-то уже успел добраться за это время из Украины? Я точно не знаю. Я увидела мельком, по-моему, один пост, что кто-то… Это можно, например, с Польши прилететь. Сейчас Польша и в некоторых других странах выстроились в американское посольство, везде просят убежище. И Европа уже вчера очень хорошо среагировала, она дала свободное передвижение, открыла все по… Нас приняли в кандидаты въезд, она открыла передвижение по целой Европе без… Даже многие поезда, автобусы без билетов, без всяких страховок можно ехать, можно продвигаться, потому что в Польше на вчера было где-то полмиллиона беженцев, а они сколько не могут… Ну вот, а те люди, есть какая-то информация, вот люди, которые стоят в очередь в американские посольства в этих странах, а Госдеп как-то отреагировал на это какие-то… нет такой информации? Еще нету, но тоже, только я слышала от друзей, сегодня мы будем с Юлией Бигбовой говорить, может у нее есть информация, но слышала, что Америка как бы будет для беженцев открывать визы тоже, так же, как и заявила Чехия, Румуния, Германия, Великобритания, Франция, очень много стран заявили, что готовы принять беженцев, но ситуация на сейчас, Киев обороняется, сейчас идет конвой, огромная колонна стоит, она очень медленно продвигается, но она стоит под Киевом, это снова они попробуют взять Киев, вся жизнь переместилась в подвалы, в бомбоубежища, людям очень-очень нужна ваша помощь и ваша поддержка, то есть я пришла с этими фондами, куда вы можете перечислить деньги. Да, чтобы безопасно перевести деньги, кто хотел бы сделать пожертвование. Да, не переводите, конечно, в любой такой ситуации, так же, как было в Сирии или еще в других горячих точках мира, сразу находятся люди, которые создают какие-то фонды, какие-то веб-сайты, как вот ваш племянник, как он куда-то перевел, и он сразу в веб-сайт исчез. Нет, есть сайты, которые проверены, в которых доверие большое, кроме того, есть здесь у нас организации, которые помогают, которые мы знаем, которые за каждый отчитывались от начала войны. Если кто-то не знает, война началась в 2014 году в Украине, и с того времени наши благотворительные, наши разные другие организации, они помогают активно, они помогают на деток, недоношенных деток, вот как Союз Украинок имени Леси Украинки, они отчитываются за каждый буквально цент. И там ко мне очень много обращается. Мы не принимаем кеш, сразу хочу сказать, но здесь есть, сейчас я вам расскажу, назову эти фонды, куда можно перечислить деньги. И ко мне обратилась один раз женщина, у которой убили мужа, она живет в очень-очень маленьком хуторе, где-то вообще, где-то вообще, где-то очень далеко от областных центров, и она говорит, у меня двое детей, нам очень нужны дрова на зиму там или еще что-то такое. Может, ей что-то и выделяет говермент, но я считаю, что мы в долгу перед этими людьми, которые потеряли мужа, кормильца, или сына, или дочь, или отца, или мать, мы все равно должны им помогать. И вот этот союз украинок, он сразу откликается и переводит через Вестерньюнин или другими маниграмм, переводит сразу деньги. А сейчас меня просто засыпали просьбами, нету бронежилетов, дайте еду, нету касок, нету того, нету того. Но я вчера была в мосте, люди начали приносить даже очень поношенные, очень такие старые вещи, нет, не берем, не берем мы. Потому что даже если человек сидит в подвале, и даже если у него нечего, почему Америка должна высылать им какие-то старые вещи, нет. Берем только новые вещи, тоже сказали памперсы, дайперсы, не привозить, там просто стояла гора этих пачек с дайперсами и с памперсами. Но я считаю, лучше перевести деньги, и эти организации, которым есть доверие, доверие, которые проверены, перепроверены сто раз, которые отчитываются про каждую копейку, каждый чек, надо на них передавать, и они уже знают, или это пойдет на раненых воинов наших солдат, или это пойдет на сирот, или это пойдет на людей, которые остались вообще без жилья, без мебли, без одежды, без ничего. Все-таки мы живем в Америке, мы, даже у кого-то мало денег, он еще может заработать. И, кстати сказать, обязательно нужен будет телефон для информации, потому что вот в понедельник была программа, Виталий Поляков проводил программу, и он делал сообщение дважды о том, об этих приемных пунктах, где принимали донейшн мист Карпаты в Полотайне и в Белмонт. И после этого на следующий день мне позвонили из Флориды и спрашивают, ну мы, типа, дайте телефон, а у меня остались только адреса этих пунктов, они говорят, ну хорошо, мы прогуглываем, может быть, найдем какой-то телефон. Но у меня здесь в каждом штате есть мист, потому что это огромная организация, которая, да. Лидии, которые жили здесь, потом переехали во Флориду, но они продолжают нас слушать, там, через YouTube, через интернет, через наш веб-сайт. И вот она позвонила, говорит, дайте мне телефон, а я посмотрел данные, которые были, это только адреса, поэтому будет здорово, если мы еще назовем, потому что нас действительно слушают. Ну хорошо, кто едет за рулем, кто не может записать, набирайте Мист, Шиппинг Кампани, набирайте штат, где вы живете, и вам все в Гугле информация вся. Вот видите, хорошая информация. Я, когда сама забываю или где-то еду, я бегом себе в этом Гугле или в Гугл Мэп набираю Мист. Мист, Шиппинг. Ну, смотрите, у нас в Чикаго есть Мист Карпаты, Мист в Ломбарде и Мист в Палатайне. В Карпатах просто они пишут Мист через два И, М, И, И, С, Т, Карпаты. Мист этот в Ломбарде они пишут через Ай, М, И, С, Т, Ломбард. В Палатайне, я не уверена, пробуйте и так, и так, пишите локацию Палатайм, спрашивайте, что нужно, везите. Но вчера тоже эти люди, которые собирают пачки в мостах, они говорят, да, везут одежду, еду, сухую еду, эти дайперсы, памперсы, уже их не надо, очень много насобирали. Вы знаете, с учетом логистики, оно не всегда правильно, можно отправить какую-то одежду, все, но потребность существует, скажем, в каком-то случае в медикаментах, в каком-то случае еще в чем-то другом. Да, сейчас больше стараются на армию дать, на что, ну, откуда мы знаем, сказали нам, например, бронежилет, только пятого там категории или левела, каски тоже, их нельзя всем перевозить или что, я считаю, лучше переведите. Но он говорит, вот нам надо самолет отправить, но этот самолет тоже же надо оплатить, поэтому они тоже дали счета через честь или звоните прямо им и спрашивайте, как вам дать там любую донейшн, чтобы вы отправили этот на Польшу самолет, оттуда фуры, это большие траки, вывозят во Львов, через польскую границу. Вот наши стоят сейчас на границе в очереди, а говорят, туда идут нон-стоп фуры, фуры, это большой трак с прицепом или с двума прицепами. Это хорошо, уже начали давать какие-то противоракетные самолеты, оружия очень много, то есть закрыть небо они не могут, потому что это должно тогда НАТО сбивать, как бы, как я поняла, самолеты, они не могут, но они очень пошла такая мощная поддержка оружием. То есть я сама, я в первый же день перевела деньги, потому что я сказала, я не знаю, на что им больше всего надо. Для того мы даем вот эти фонды, и они уже распределяют по ПТ, у них есть очень прочные связи с Украиной, например, ветераны, украинско-американские ветераны, которые всегда идут на Мемориал, день парад, проходят по Мичиган-Эвеню, они очень много тоже собирают на наших раненых, потому что все время раненых, война идет с 2014 года, и все равно люди и гибнут, и ранения разной тяжести достают, и ветераны эти, они собрали деньги, они даже не перевели, они сами поехали и открыли там реабилитационный центр. Ну, теперь надо, собственно, фонды назвать. Как людям найти эти фонды? Вот, например, мы говорим про ветеранам. Это Ukrainian American Veterans Post32. Они открыли вообще очень легко, одним кликом можно GoFoundMe page. То есть в основном это, конечно, онлайн? Да, потому что у кого сейчас в Америке есть время стоять в очереди в банке, или идти и переводить в украинские банки, или в украинские лучше, я считаю, что легче всего, это вот я говорю, что этот Ukrainian American Veterans Post32, они открыли страницу GoFoundMe, вы можете кредитной карточкой там оплатить, to raise funds for wounded Ukrainian soldiers. И он так, я его, GoFoundMe.com-UAV. И ты лучше прочитай, наверное, чтобы я какую-то ошибку не сделала. Посередине, там, Ukrainian American Veterans. Ukrainian American Veterans Post32. GoFoundMe.com-UAV-32. Это вот веб-сайт GoFoundMe. Это вот платформа, которую можно отправить. Кроме того, Союз Украинок через PayPal можно отправить деньги. Украинка через PayPal. U-N-W-L-A-C-H-I-140 от Gmail.com Давайте, наверное, так мы попробуем. Потому что трудно, вот скажи, если человек едет в машине, ему трудно сориентироваться и запомнить. Может быть, как-то более упростить информацию. Может, все-таки попробовать. Как я? Какой-то веб, можно кто-нибудь сделать веб-сайт с перечислением этих фондов, чтобы один адрес был? Смотрите, вы можете сейчас, я только сегодня утром опять, я постоянно сширю эти фонды. Я ставлю. Олга Руда, зайдите на страничку в моем фейсбуке. Олга Руда, там много Олга Руда, но только я одна, editor of Ukrainian People Magazine. Я просто перечитала, вам даже не надо записывать или... Просто кликнуть и сразу попадаешь. Кликните на эти, там все линки стоят. Мегалинки, да. Сегодня оно в самом верху, support Ukraine, баннер такой желтенький, и там все это. Но я все равно скажу, что вот самый большой фонд, который собирает это Come Back Alive, повернись живым. На него просто, потому что само название, он проверенный уже от начала войны. И он так, это savelife.in.ua, ну вот опять это dashn, dashdonate. Давайте, так, Ольга, давайте еще раз. Или вы тоже поставьте, я вам сборочу все на свои. Хорошо, вы говорите, вы на вашей страничке в фейсбук есть вот все эти фонды. Да, да. Еще раз, правильно, чтобы найти вашу страничку, вы сами сказали, что Ольга Руда не единственная, с этим именем там много. Да, но только одна, Ольга Руда, потом мы сегодня во все группы украинские поставили, Chicago UA, Classified, Ukrainian People, Events, мы, ну там тяжело, у меня оно одно сегодня стоит, потому что я каждый, практически каждый день ставлю, куда можно деньги переводить. Если кто-то что-то забыл или все, мы можем дать мой телефон, можете спросить и позвонить, текст-месседж написать. Если вы сейчас назовете номер телефона. Да, 773-773-844-844-0401-0401. Ольга Руда, вот если какие-то вопросы возникнут, предложения, пожалуйста. Да, не надо там звонить, когда мисс работает или как к нему ехать, как туда доехать или какие часы, лучше тогда уже звоните в мисс, потому что мне из Украины и здесь у меня масса звонков, поэтому я свой телефон вообще оставила. И также я вам смогу сбросить моста, чейс, можно через Зелы прямо, чтобы они этот самолет, например, дежурный, сейчас уже туда фуры тоже отходят, чтобы его все-таки докомплектовать, и он улетел на Польшу, надо его тоже отправить, сколько, любая сумма, сколько вы можете. Мы даже не говорим, что вы должны там что-то, никто ничему не должен, просто какую вы считаете, даже я считаю, что немножко понемножку и мы можем всегда победить это все. То есть, если по всему этому, что я сказала, по фондах, все наши фонды проверенные, все, они проверены уже и работой с ними, и их отчетами буквально, я говорю, что... Если это надежные проверенные фонды, это надежные проверенные, да. Одна есть, есть поверность живым, есть армии СОС, есть хоспиталерс фонд, то есть вы себе сами потом выберете. В нас есть наш корреспондент, который нам пишет о войне, о событиях, которые информируют нас сейчас, и мы ставим эту всю информацию. И он тоже открыл, он есть один из волонтеров, который может собирать деньги, которые есть у наших сбройных силах Украины. Они, у них есть такие, которым они доверили, просто вот доверили, вы собирайте, и мы вам скажем, куда бросать эти деньги. То есть ни один счет, ни одно у нас нету непроверенного. Еще раз, кэш мы не принимаем, но там, например, если вы привезете в Мист и скажете, вот я тебе даю 100 долларов, чтобы этот самолет, не переживайте тоже. Мист уже, это компания с 30-летним стажем, которая, она сколько помогает, что это просто, она все поддерживает ивенты. И не только наши, они же у вас тоже рекламируются. Все ивенты, которые большие, наши фэшн-шоу, наши фестивали все украинские. Да, это проверенная организация. То есть я вас очень, очень хочу попросить, Украина в беде, Украине нужна ваша помощь. Очень тяжело, даже не то, что просто, даже тяжело смотреть на эти кадры, где детки лежат на подвалах в подвале, где родят на матрасах в подвале, и им нужна наша помощь. И я говорю, вы сейчас поможете Украине, украинцы вам помогут 100 раз больше, потому что это трудолюбивые, это очень высоко образованные, это очень-очень хорошие люди. И я знаю, что среди вас много, которые имеют свои компании, так как мы говорили, и тантисты, и доктора, и адвокаты, и разные магазины, которые пооткрывали, и спа-салоны, и все. Украине нужна, и у вас также, у каждого есть свои сестры, братья, родственники. Может, вы сейчас не можете, потому что вестернение сейчас не работает. Манеграмы закрыты, банки закрыты. Вот я говорю про Ивана Франковского, я думаю, то же самое и в других городах. Но через нас, вот таким образом, потому что там знают, кому помочь, кому в первую очередь помочь. И, к сожалению, времени больше не осталось. Все, слава Украине. Спасибо, что пришли, нашли время и поделились информацией. Ольга Руда, редактор журнала Ukrainian People. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова